Что мы делаем в день релиза? Мы, как правило, создаем мультиссылку на наш релиз, которую мы можем поделиться с нашими фанатами. В этом видео я покажу, как вы можете использовать популярный сервис мобильных сайтов TabLink для создания вот такого лендинга, где вы сможете разместить ссылки на ваш релиз в различных цифровых площадках. Хочу обратить ваше внимание, что сервисы периодически обновляются и информация в этом ролике может устареть. Для вашего удобства я создаю текстовые инструкции, которые обновляю по мере появления новых протоколов и апдейтов цифровых площадок и сервисов. Инструкции, как и другие бонусы от меня, доступны в моем мембершип-клубе Mishas Club. Ссылочка будет в описании. Присоединяйтесь. Я застал времена, когда приходилось в день релиза собирать все ссылки с цифровых площадок и эти ссылки вставлять в анонсирующие посты. Выглядело это откровенно не очень. Но сейчас этой проблемы уже нет. Она пропала с того момента, как появились сервисы, которые предлагают создание лендингов, на которых вы можете размещать все необходимые ссылки на ваш релиз и уже туда направлять ваших фанатов. Таких сервисов много и я сделаю обязательно сравнительное видео, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. Теперь и Таплинк пополнил ряды такого рода сервисов, чему я на самом деле очень рад. Во-первых, я сам пользуюсь Таплинк для того, чтобы направлять трафик из Инстаграм к моим продуктам и сервисам. Кстати, для того, чтобы пользоваться Таплинк, вам понадобится аккаунт Инстаграм. Сервис удобный и я перебрал ряд сервисов, прежде чем остановиться на нем. На базе Таплинк я создаю сайты для своих артистов, но в сервисе не хватало полноценного блока для встраивания музыки и теперь он появился. Во-вторых, стоимость Таплинк намного дешевле других сервисов, которые предлагают создание музыкальных мультиссылок. На момент записи этого видео тариф Pro у Таплинка стоит 90 рублей в месяц при единоразовой оплате тарифа за год. При этом аналогичные сервисы предлагают свои тарифы, начиная от 500 рублей в месяц. В-третьих, на базе Таплинк, если, конечно, вам понадобится, вы сможете реализовать свой интернет-магазин, привязать онлайн-кассу, получать платежи, обрабатывать заявки, сделать Инстаграм-магазин и многое другое. Итак, давайте приступим к созданию страницы, на которой мы будем размещать ссылки на наш релиз. Итак, я нахожусь на сайте taplink.ru, и если вы пользовались ранее сервисом, вам просто нужно войти. Если вы до этого не пользовались сервисом, вам нужно нажать на кнопку «Начать бесплатно». Для новых клиентов Таплинк предлагает 10% скидку. Чтобы ее получить, вам необходимо пройти по моей партнерской ссылке в описании к этому видео и применить промо-код, который будет размещен также в описании. После регистрации и авторизации вы попадаете в свой личный кабинет, который будет выглядеть примерно так. Мы попадаем на главную вкладку нашего кабинета. Это вкладка «Страницы», на которой присутствует сам конструктор сайта. Как и другие конструкторы веб-сайтов, Таплинк оперирует на базе блоков. То есть, чтобы нам создать наш веб-сайт, нам нужно добавлять блоки в него. У нас уже добавлен первый блок здесь. Давайте мы его удалим. Удаляются блоки или редактируются путем нажатия на этот блок. Сейчас здесь активирован блок «Аватор». Он мне пока здесь не нужен. Я его удалю. Нажимая на блок, у нас появляется форма редактирования этого блока с его настройками. И здесь сейчас я удалю этот блок. Он мне не нужен. У нас получилась чистая страничка. И нам нужно добавить первый блок. Это мы делаем через кнопку «Добавить блок». Все очень просто. И здесь нам нужно выбрать блок «Музыка». Как видите, у нас открылась форма редактирования блока «Музыка». И что мы здесь видим? Здесь мы можем добавить ссылку на трек, альбом или плейлист. Как видите, у нас здесь есть пояснение. Добавьте ссылку на трек, альбом или плейлист в одном из поддерживаемых сервисов. И нажмите кнопку «Добавить». Как видите, сервис Таплинк поддерживает основные цифровые площадки, которыми мы пользуемся на территории СНГ и России. Это Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Бум и YouTube Музыка. Также вы можете добавить ссылку на свою музыку в других поддерживаемых сервисах Таплинком. Но данного набора нам достаточно. Я подготовил список ссылок на некоторые цифровые площадки вот этого релиза, который выходил на моем лейбле RedLake. И сейчас вставлю эти ссылочки поочередно в эту форму. Как видите, я добавил ссылку на ВКонтакте и сервис автоматически определил, что это ВКонтакте. Ссылочка у нас вот. Напротив названия каждого сервиса будет кнопочка с призывом к действию. И здесь автоматически подставляется слово «Слушать». Но вы также можете подставить здесь другое слово, хотя я не знаю, что это может быть. Вот, оставляем здесь «Слушать» и добавляем следующие ссылки. Итак, я добавил все ссылки в форму, которые у меня были. И теперь давайте я нажму «Сохранить» и посмотрим, что у нас получится. Как видите, у нас добавился блок с нашими ссылками, где у нас есть название цифровой площадки. И напротив нее кнопка с призывом к действию. Также у нас появился небольшой плеер, который ведет нас на Spotify. И этот плеер мы можем по желанию отключить. Для редактирования этого блока нам необходимо кликнуть на него. У нас появляется наша уже нам знакомая форма. Если мы хотим, допустим, поменять порядок расположения цифровых сервисов, допустим, у вас есть приоритет на Spotify, то вы можете просто перетягиванием сделать это. Далее у нас есть кнопка здесь «Плеер». Если мы хотим ее отключить, то мы можем это сделать именно через выпадающее меню. Как видите, у нас есть некоторые варианты, которые мы можем выбрать для плеера. Это может быть плеер от сервиса Spotify, плеер от сервиса Яндекс.Музыка и от Сберзвука. Я выберу вариант без плеера, так как правило я создаю такого типа лендинга без плеера. Нажимаем без плеера и нажимаем «Сохранить». Как видите, плеер у нас исчез, и страничка уже начинает приобретать тот вид, который мы хотим. Следующим этапом, что нам необходимо сделать, это добавить обложку релиза. Нажимаем на «Добавить блок». Из представленных блоков мы можем использовать «Крусель картинок». Нажимаем на «Крусель картинок». У нас открылась форма редактирования этого блока, и что нам необходимо сделать, это необходимо подгрузить обложку в это поле. Нажимаем на «Загрузить картинку». У нас подгрузилась наша обложка, и далее нам нужно нажать на «Сохранить внизу формы». Итак, как видите, следующий блок у нас добавился под блок наших ссылок, и чтобы нам перетащить картинку наверх, нам нужно зажать вот этот ползунок слева и перетащить просто нашу картинку наверх. И вот так выглядит большинство страничек, которые формируются такого рода сервисами, где у нас присутствует обложка и есть ссылки на наш релиз. И на эту страничку мы уже можем направлять наших фанатов. Но здесь я хотел бы добавить также текстовый блок, который бы объяснял, что, допустим, это мой новый сингл. Чтобы добавить текстовый блок, нам нужно нажать на «Добавить блок» и «Добавить текст». Я написал «Мой новый релиз». Я могу теперь отредактировать этот текст, сделать его маленьким заголовком, то есть текст будет выглядеть немного больше, шрифт, и нажимаем «Сохранить». Как видите, блок добавился вниз, и мне нужно перетащить его наверх, над нашей картинкой. Соответственно, я зажимаю слева ползунок и просто перетаскиваю его наверх. То есть я могу его оставить либо здесь, либо перетащить его и назначить этот блок самым первым. Итак, у нас получился мой новый релиз. У нас есть картинка и есть ссылки на этот релиз в самых популярных цифровых сервисах. И вот на такую страничку мы уже можем направлять наших фанатов. Но для того, чтобы направлять наших фанатов на эту страницу, нам нужно сделать ссылку на эту страницу. Для этого нам нужно нажать на кнопку «Установить». Помните, я говорил, что использование сервиса Toplink может быть в связке с Instagram аккаунтом. То есть для пользования Toplink вам понадобится Instagram аккаунт. Соответственно, чтобы вам получить ссылку на эту страничку, которую мы создали, вам нужно подключить ваш Instagram аккаунт, или вы можете подключить свое доменное имя. Возможность подключения доменного имени доступна только на тарифе BIS. Для тарифа PRO, который сейчас стоит чуть больше 1000 рублей, вы можете использовать Instagram аккаунт. Напомню, что блок музыка и блок картинки сейчас недоступны на бесплатном тарифе и доступны, начиная с PRO тарифа. Итак, для получения ссылки на Toplink нам нужно подключить наш Instagram аккаунт. Я подключу сейчас свой Instagram аккаунт. Нажимаю «Подключить этот профиль». Как видите, Toplink добавила в конец ссылки название моего аккаунта. Собственно, так будет и выглядеть наша ссылка. Нажимаю «Закрыть». После того, как вы подключите свой Instagram аккаунт, ваша ссылочка появится в этом поле, которое вы можете скопировать и уже установить к себе в Instagram, либо делиться в других социальных сетях. Давайте я нажму на глазик и посмотрим, как будет выглядеть, соответственно, наша страничка. Чтобы вернуться в режим редактирования, нажимаем на карандашик, если нам нужно что-то поменять. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть в отдельной странице браузера. И вот так будет выглядеть наша страничка в веб-версии. Конечно, она смотрится немножко громоздко, но Toplink в первую очередь заточен для использования на мобильных устройствах. Но если кто-то зайдет по вашей ссылке через, соответственно, десктоп или ноутбук, то он увидит страницу именно в таком виде. Давайте я закрою эту страничку. Давайте еще раз посмотрим, как будет выглядеть наша страничка на мобильном устройстве. Все компактно, все понятно. Также хочу отметить, что Toplink поддерживает Deeplink. Это означает, что если пользователь с мобильного устройства нажмет на кнопку Spotify, то Toplink отправит его не в браузер, где человек не залогинен. Возможно, не сможет послушать вашу музыку, а он откроет непосредственно приложение Spotify. То же самое произойдет и с другими приложениями, если они установлены у человека на устройстве. Вот так достаточно быстро вы можете сделать лендинг-страницу, на которую вы можете привлекать ваших фанатов и где вы можете разместить все необходимые ссылки, которые будут связаны с вашим релизом. Помимо этого, вы можете добавить сюда биографию, фотографию, ссылки на ваше музыкальное видео и прочее. Но об этом я сделаю отдельное видео. Если это видео было вам полезно, поставьте ему лайк. Ну а я вас увижу в следующем видео. Пока! Кстати, для тех, кто досмотрел до конца, в своем мемборчик-клубе я разыгрываю получасовые онлайн-консультации от меня для участников клуба. Так что имейте ввиду. Ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok